ВАГРАНД Нас немного, но мы сильны. Меня зовут Антон Каляев. Сегодня я расскажу вам про такой замечательный инструмент, как ВАГРАНД. Кто-нибудь слышал что-нибудь про ВАГРАНД? Сегодня отлично. Супер. Значит, этот доклад должен быть полезным. Начать я бы хотел со слогана, который гласит, что ВАГРАНД изменит ваш подход к разработке и тестированию. Когда я впервые познакомился вообще с этим инструментом, он очень наполнил мне то ощущение, которое у меня вызвал вид. Когда вы первый раз видите гид, вам кажется, это все интересно. Это модель брончевания, все эти ветки и так далее. Надо было попробовать. И после двух недель пользования вы не можете представить вообще, как вы без него обходились, как вы жили без него. Надеюсь, я вас немного заинтересовал. Давайте представим случай. Нам на работе, нам дают новый проект. Нам нужно его откуда-то забрать, поставить необходимое программное обеспечение и запустить какие-то тесты, либо веб-сервер, либо еще что-то. В идеальном случае это выглядело бы так. То есть мы клонируем репу с проектом и с помощью какой-то простой командочки устанавливаем, которая устанавливает вам программное обеспечение необходимое и, возможно, запускает какие-то тесты. И все счастливы. Но реальный мир таков, что нам приходится сначала клонировать проект, потом самим устанавливать программное обеспечение. У нас ничего не получается. Мы идем, просим помощи у наших коллег, которые, естественно, нам помогают. И более-менее где-то к концу дня нам все-таки удается запустить тесты. Это в лучшем случае. В худшем не удается. Мы идем домой расстроены. И все это довольно печально. Все это довольно печально. И если попробовать проанализировать причины, почему вообще так происходит, потому что создавать рабочее окружение на самом деле тяжело. Распространять их среди членов вашей команды, у которых различные операционные системы, различные железки, еще сложнее. Ведь нет никакой гарантии, что если они поставят какой-то программный пакет, он не будет конфликтовать с пакетом старый версии. Раз, раз, раз. Раз, 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 раз. Нет никаких гарантий того, что на другой операционной системе ваша программная система будет работать так же, как и на операционной системе, которая стоит на продакшене. Даже если версии каких-то пакетов различаются, нет никаких гарантий на самом деле. На самом деле. Когда я готовился к этой презентации, я набрел на ProZip, на CoderWall, который рассказывает, как нам поставить PostgreSQL на macOS. И вот тут вот длинная последствия действий, которую вам надо выполнить. Я понял, что на самом деле я никогда не делал ничего такого. То есть я не ставил PostgreSQL на macOS, я не тратил свое время, то есть я не искал какие-то решения и так далее. Почему? Потому что я использую Vagrant. Основная идея Vagrant заключается в следующем. У вас есть операционная система, и внутри нее есть несколько виртуальных операционных систем, каждая из которых содержит программное обеспечение конкретного проекта. То есть вы можете думать об этом как о коробке. У вас есть большая коробка, есть несколько маленьких внутри, в каждой из которых содержится программное обеспечение применительно к конкретному проекту. Что такое Vagrant? Vagrant — это средство для создания рабочих окружений на базе виртуальных машин, который предоставляет довольно удобный интерфейс командной строки для управления состоянием виртуальной машины. То есть вы можете запустить виртуальную машину, вы можете остановить ее, перезагрузить, зайти на ее поиск САШ и так далее. Что нам нужно, чтобы установить Vagrant? Нам нужен VirtualBox, нам нужен сам Vagrant и Vagrant Box. Что такое Vagrant Box? Vagrant Box — это заранее упакованный образ виртуальной машинки. Список по этой URL я потом презентацию выложу, вы можете туда зайти и все сами посмотреть. Также вы можете создать бокс сами, но об этом я расскажу чуть попозже. Как загрузить Vagrant Box? С помощью простой командочки Vagrant Box — это название Vagrant Box — это Vagrant Box. И, соответственно, Vagrant загрузит вам Box. Дальше мы его запускаем. С помощью команды Vagrant init мы создаем конфигурационный файлик и с помощью команды Vagrant app мы запускаем наш Box. и мы получаем полноценную виртуальную операционную систему. То есть это может быть Debian, это может быть Ubuntu, это может быть Windows. Как мы можем настроить нашу машинку? Ну, в первой строчке конфигурационный файлик выглядит так. Мы указываем название Box. Также мы можем указать URL. Тогда Vagrant сам автоматически загрузит Box, если таковой отсутствует. Мы можем синхронизировать каталоги. Допустим, каталог с проектами, с нашими. Либо Dropbox или еще что-то. Мы можем определенным образом настроить сеть. Мы можем дать этой машинке статический IP-шник. Либо пробросить сеть на существующий какой-то интерфейс. Допустим, на Wi-Fi. Мы можем пробросить порты. Например, в данном случае пробрасывается 80-й порт. И когда мы запустим машинку, если мы у себя в браузере откроем браузер и наберем localhost 8080, то автоматически попадем внутрь нашей машинки на порт 8080 тоже. Что мы получаем? Мы получаем легкость и создание, и настройки виртуальных машин. Мы получаем изоляцию. То есть, как я уже говорил, на каждый проект у вас существует один бокс. Также мы получаем легкость, с помощью которой мы можем удалить программное обеспечение какого-то проекта. Допустим, мы заканчиваем работать над каким-то проектом, и нам не нужно ручками сидеть и удалять программные пакеты какие-то или еще что-то. Мы просто удаляем бокс. Пишем буквально Vagrant и строй и, соответственно, бокс удаляется. Все, нам больше ничего не требуется. Мы становимся независимы от конкретной операционной системы. То есть, о чем я уже говорил, да? Я не ставил постгресс в SQL на Mac. Я всегда работаю внутри Vagrant, и внутри Vagrant обычно у нас используется Debian, который у нас и на продакшене тоже используется. Вот мы получили виртуальную операционную систему, но нам нужно поставить программное обеспечение какое-то для проекта. Иван Евтухович уже рассказывал сегодня о системах управления конфигурациями. В данном случае я рассмотрел шеф, но вы можете также использовать и папет, или что вам заблагорассудится. Основная идеология вообще шефа, да, это то, что с помощью простой ETSL, ну, кода на Ruby, вы описываете, какое ПО вы хотите установить. Также вы можете определенным образом его настроить, то есть указать версию или еще что-то. Что, давайте попробуем установить постгресс SPL на нашу машинку. Что нам для этого потребуется? Нам потребуется два кубка, это постгресс SPL и open-asset. Open-asset нужен, то есть это зависимость постгресс, без него он просто не поставится. В нашем конфигурационном файлике мы пишем вот такой вот блок, то есть указываем provision, то есть с помощью чего мы хотим поставить программное обеспечение. В данном случае это шеф-соло. Иван рассказывал про шеф-сервер, но также если у вас нет допустим шеф-сервера, да и для локальной разработки он просто не нужен, вы можете использовать шеф-соло. Вы указываете путь к кубкам, далее с помощью ADD-рецепта вы указываете конкретные рецепты. Что такое рецепты? Кукбук может состоять из нескольких рецептов. То есть вы можете думать это как кукбук, это вообще переводится как поваренная книга. То есть у вас есть несколько поваренных книг, например, книга о мясе, и внутри нее несколько рецептов, например, как поджарить, сделать поджарку, как сделать тушеное мясо и так далее. Вот это то же самое, только применительно к программному обеспечению. В данном случае мы ставим, например, Postgres SQL сервер. Можем поставить клиента, например. И в конце мы указываем пароль для пользователя Postgres. Для пользователя Postgres. Мы конфигурим программное обеспечение. Опять же, чтобы запустить Box, нам нужно выполнить ту же самую команду в Agrand.app. То есть, если вы заметили, это одна команда, о чем я уже говорил, одна команда, которая ставит вам все необходимое программное обеспечение, и вы можете сразу стартовать, работать, стартовать, работать над проектом. Что получаем? Окружение наше рабочее теперь совпадает с продакшеном, ведь нужно использовать те же самые инструменты и на продакшене. То есть, вы используете шерп и для локальной разработки, и для накатки вашего программного обеспечения на сервера. Не важно, сколько при этом у вас серверов. Один или тысяча, или больше тысячи. Также мы получаем приносимость. Как мы можем перенести наш бокс, мы можем скопировать какие-то в данном случае конфигурационный файлик, либо положить, что лучше, положить его в какую-то репу, или упаковать существующий бокс с помощью простой команды опять же ваграм package. Для второй опции существует кейс в случае, то есть рассмотрим случай, допустим, тестировщик либо разработчик находит какую-то багу, и при этом другому разработчику не удается ее воспроизвести. Что в этом случае делаем? Ну, в этом случае надо собственно идти к тому разработчику, у которого проблема. А если, например, разработчик работает в чужом штате, в другом или в другом городе, здесь же мы упаковываем бокс и просто заливаем его куда-то, ну, просто каким-то образом передаем его. Другой разработчик соответственно делает Vagrant App и имеет возможность воспроизвести ошибку, уже попробуется разобраться в чем же проблема. Естественно, руками никто кубуки не копирует, то есть как в первом способе мы их просто клонировали. Нам нужно это дело как-то автоматизировать. Для этого используют менеджер кубуков. Это штука, которая за вас выкачивает кубуки, вы лишь говорите ей, что конкретно вы хотите получить. Что нам нужно, чтобы установить ParkShell, в данном случае, мы используем. В принципе, можно использовать альтернативу, это Librarian Chef, они почти ничем не отличаются, единственное отличие, это то, что ParkShell складывает все кубуки в вашу папочку домашней директории, а Librarian Chef там складывает папочку кубукс в той директории, где вы его запускаете, то есть он более простой. Что нам нужно, чтобы его поставить? Нам нужны Ruby, нам также потребуется плагин, который предоставляет интеграцию, и с помощью командочки berks.need мы создаем конфигурационный файлик, который состоит всего лишь из двух строк. То есть мы указываем что, то есть откуда из сайта Apps кода, и что, то есть кубук postgres.ql так же далее мы идем и правим наш файлик, то есть мы удаляем строку с open.sl так как berkshelf сам тянет необходимые зависимости и мы также удаляем строчку с путем кубук. Далее с помощью команды berks install мы устанавливаем кубуки и с помощью команды vagrant provision мы устанавливаем программное обеспечение. Что мы получаем? Никакого копирования кубуков, автоматическое управление зависимостями, подгрузкой зависимости, управление версиями, ведь у кубуков тоже есть версии и кубуки меняются со временем. и таким образом мы можем зафиксировать версию, которая у нас используется. Что мы получаем в итоге? Мы получаем единое окружение для всех разработчиков и тестировщиков, то бишь для всех членов нашей команды, которая совпадает с продакшеном окружением. И это очень важно. Если помните, о чем говорил Иван, то что рабочее окружение у нас в левом верхнем углу и окружение продакшена в правом нижнем, они были очень далеки, а теперь они по сути представляют собой одно и то же, то есть единое целое. При этом наше рабочее окружение, оно изолировано, оно легко переносимо, его легко создать. Как для бизнеса в данном случае, то есть у нас уменьшается время входа нового человека в проект. Он больше не тратит целый день, он тратит как максимум, не знаю, час или полчаса, при этом большее время из этих 30 минут занимает загрузка бокса. А если этот бокс хранится у вас где-то на корпоративном серваке, то это буквально занимает 5 минут 10. То есть очень маленькое время. Так же как один из плюсов шефа, мы очень быстро реагируем на изменения. То есть нам нужно например обновить версию не знаю Monge или RapidMQ. Что мы делаем? Если мы не используем Vagrant, мы идем на сайт Mongo, скачиваем его, копилируем его из исходников. Точнее нет, мы сначала идем и делаем make install старого пакета Monge, потом скачиваем новый, делаем make install нового, и уже тогда только получаем Monge. А если мы используем Vagrant, мы либо делаем git app, и у нас обновляется конфигурационный файлик, где указана новая версия Monge, либо мы забираем просто новый бокс, ну опять же с какого-то корпоративного сервака, допустим, и делаем при следующем Vagrant у нас появляется новая версия Monge, все, нам больше ничего не надо делать. Также я еще хотел бы сказать, что Vagrant поддерживает не только VirtualBox, который используется как систему визуализации, но также VMware Fusion и AWS, то есть вы можете сетапить ваши EC2 инстансы в облаке, которые находятся в облаке. Также в качестве инструментов накатки программного освещения вы можете использовать Chef Server, как уже говорил Иван, также Puppet, Puppet Apply и Puppet Server и Shell, то есть командную строку. Также есть поддержка старой системы CFMJ. Какие есть полезные плагины? Первый плагин это Vagrant Web MGS, он следит за актуальностью программного обеспечения, которое следит за правильной работой VirtualBox, то есть правильной интеграцией. Следующий плагин Vuv он предназначен для автоматизации создания Vagrant Box. Как я уже говорил, вы можете создать Vagrant Box сами, то есть вы можете взять чистую виртуальную машинку какую-то, потом создать пользователя Vagrant с паролем Vagrant, скопировать SH-ключи и провести еще несколько действий. А вот с помощью Vue это можно все сделать одной командой. Также я здесь указал примеры Boxer для разработки. Полезные настройки, какие можно и нужно использовать. Во-первых, это NFS, то есть это Network File System, которая ускоряет скорость доступа к файлам, когда вы синхронизируете каталогию. Это forwarding SH-ключей. Также вы можете определенным образом сконфигурировать вашу виртуальную машинку. Что вы можете сделать? Вы можете изменить количество оперативной памяти, вы можете изменить количество ядер, процессора. Вообще Vagrant представляет гораздо больше возможностей. В частности, вы можете с помощью него делать нагрузочное тестирование вашей системы. Допустим, вы можете поднять три инстанса, три машинки Sanjin на каждый и посмотреть, как будет ваша система работать. И Vagrant также еще предоставляет несколько плюшек, таких как вы можете проверить. Если у вас ваше ПО на продакшене, например, у вас база данных на одном сервере, а веб-сервер, допустим, на другом, то есть это разные физические тачки, вы можете с помощью Vagrant, то есть Vagrant файла конфигурационного, также разнести эти машины, и они у вас будут подниматься также два, то есть две машинки виртуальных. Таким образом, опять же, достигается вот эта единость рабочего окружения и окружения продакшена. В принципе, я готов выслушать вопросы. Антон, я хочу первый вопрос задать. Показывал, как синхронизировать папки, это разовая операция или она непрерывно автоматически происходит при изменении локального? Непрерывно. То есть вы делаете Vagrant App, то есть как происходит это у меня, мой обычный рабочий день, я захожу, то есть делаю Vagrant App какого-то проекта, над которым я работаю, и в консоли, в Vime, там, не знаю, создаю код, пишу код, потом запускаю, не знаю, веб-сервер или еще что-то, тесты и так далее. При этом на моей родной тачке все изменения у проектов автоматически синхронизируются. Спасибо. И вот еще такой вопрос. Есть ли какие-то инструменты для переноса данных? То есть если не для базы данных, нужно переносить какие-то данные для приложения? Переносы данных откуда-куда. Я поднимаю бокс с базой PostgreSQL и хочу, чтобы у меня какие-то данные вместе с ним поднялись. смотри, как ты можешь это сделать. Ты можешь сделать это, во-первых, ручками, что, ну, в принципе, так некоторые делают. Ты можешь, например, дамп базы куда-то сложить и поднять его. Но опять же, поднимать ты будешь это всего лишь один раз. То есть, когда ты поднял бокс первый раз и там все ПО установилось, в следующий раз оно не будет, естественно, устанавливаться. Там будет уже твое окружение, которое… с конфигурацией можно какой-то указать скрипт, который поднимет эти данные. Вот, тут мы идем дальше на самом деле и приходим к кубку, то есть, если мы используем Chef, если мы используем Puppet, это манифест, кубку специфичному для проекта. То есть, например, у проекта GitLab, опять же, в ссылках вы это найдете. В GitLab есть кубок, который, что он делает? Он не только устанавливает программное обеспечение применительно к проекту, но он еще сам планирует репу с проектом, он делает, например, bundle install, какие-то специфичные вещи, он создает базы, он накатывает как раз дамп и запускает тесты, то есть, пакет тестов. То есть, когда разработчик GitLab новый появляется, он буквально за несколько минут может полностью поднять в готовый бокс, в готовый на 100% разработки. Спасибо. Так, давайте еще какой-нибудь вопрос зададим. У меня такой вопрос. Если, допустим, какой-то модуль при установке его автоматически по зависимости установится какой-то модуль версии, которая нам не нужна, как мы можем это обойти? Ну, пример такой из своей практики расскажу. У нас поставился Nagels, для него требуется PHP, соответственно, из сорцов взялся самая новая версия 5.4 и установил PHP версия 5.4. Она нужна, версия была 5.3.8. Какие есть инструменты вагранд для чтобы избежать этого? Все это конфигурится в файлике ваграндфайл. То есть здесь мы можем не только пароль указать на самом деле, мы можем указать например postgreSQL version 9.1.2. То есть мы можем вообще зафиксировать версию. Мы можем указать, что она должна быть больше таковой-то. Опять же шеф кубук он проверит что вообще возможно для данной системы и поставит запрашиваемую версию. То есть если например для Debian нельзя без каких-то хаков поставить версию больше 9.0.0 то если мы запрашиваем 9.1.2 он скажет то и чувак я не могу поставить то есть что-то надо придумывать а если это возможно то он собственно поставит требуемую версию то есть это все делается через шеф и погрант легко довольно то есть сначала поставит php нужная версия а потом что-то другое или как сначала поставить зависимости потом требуем пакет то есть это все описывается в кубках вы лишь указываете если опять же вам нужно какую версию вы хотите видеть версии допустим допустим ну версии хп да версии там 5.4.0 как у вас происходит обновление продакшен серверов это занимается программист или же администратор и как сказать вы часто это делаете ну какие-то там версии обновляете на самом продакшен да ну часто опять же что считать часто ну не знаю если требуется поднять версию постгусу у нас есть отдельное девопс то есть у нас есть люди которые готовят шеф но тут важно понимать что для того чтобы стартануть работать с Вагрантом вам не нужно углубленное знание шефа достаточно лишь того о чем я говорил при этом это будет наверное плюсом если у вас в команде есть администратор который умеет готовить шеф или папет и знает более специализирован в таких вопросах то есть у нас есть да у нас есть естественно отдельная команда спасибо антон спасибо большое за доклад очень интересно продолжение к будущему вопросу насчет выкатки неужели вы используете те же самые локартовские образы для продажа это я так понял что исключительно для девелопмента это исключительно для локального девелопмента при этом и там и там используется шеф ну понятно это в общем-то общая часть которая делает общую окружение да она в принципе она является такой корневой которая отвечает за программное обеспечение одинаковое на обоих концах за счет того что мы используем это и тут и там понятно вопрос следующий в общем-то виртуалбокс он сам ну это в общем-то гвоздь вот этого баграта правильно в общем-то сам баграт он базируется на виртуалбоксе либо там на бмбаре на какой-то системе для виртуализации вот естественно существует для каждой из этих систем виртуализации под конкретные полплатформы под ну не знаю линус линус макос и так далее и все все то железо которое внутри виртуальной машинки видит наш код это в общем-то ну программно программно эмулируемые железки правильно и зачастую ну не знаю как сейчас но раньше в боксе в мбаре различные реализации ну реализации под различные платформы они скажем так же эти железки работали немножко по-разному и для проектов которые специфичны к железу именно мы вот сейчас говорим про общность именно среды разработки а вот такие небольшие расхождения например человек может запустить тот же самый вагрант с помощью виртулбокса а может запустить вагрант с помощью виртулбокса windows и linux в мбаре в linux windows опять же не было такого скажем так практики везде все ровно и одинаково вообще практика того что у вас разные операционные системы запускается это нет сама среда виртуализации работает из-под разных платформ а команда разработчиков она в общем-то разнородная ну я вот задаю вопрос то есть у человека родная ось допустим Microsoft Windows я в своей разработке использую свой допотопно сделанный рецепт я тоже работаю из-под винды но под virtualbox у меня в virtualbox настроено рабочее окружение я там в общем-то разрабатываю но из-под винды у меня есть программа которая мне нужна вот я вот таким образом живу остальная команда у нас живет наоборот она живет в linux а я вот такой у меня linux из-под винды запускается в virtualbox ну соответственно если другие будут использовать вабранд они будут запускать тот же самый virtualbox из-под linux да ну проблем связанных с запуском из-под разных родных осей у нас не возникало у нас были проблемы с перформансом с производительностью некоторые опять же мы их решили за счет либо использования там nfs либо там поменяв чип о